Если бы серая зарплата или зарплата в конвертах была разрешена в нашем государстве, наверное, разговор на эту тему вести не стоило. Но все-таки ответ, кого он интересует, однозначен. Это правонарушение никак не норма. Задумывались ли вы, почему работодатель платит именно таким образом? Потому что не хочет в полной мере пополнять казну государства, платя налоги, а также не желая соблюдать трудовое законодательство перед сотрудниками. Практика контрольной работы свидетельствует, что чаще всего заработная плата в конвертах выплачивается в сфере торговли, оказания услуг и строительства. Поэтому работниками налоговых инспекций ведется постоянный контроль и на предприятиях, и среди индивидуальных предпринимателей за правильной оплатой труда. Ведь любое правонарушение важнее не допустить, чем предотвратить. Всего за 9 месяцев текущего года инспекции проведен предварительный анализ по сопоставлению доходов и расходов в отношении 130 граждан. У 84 граждан из них истребованы декларации о доходах и имуществе. По представленным декларациям о доходах и имуществе установлено 52 нарушения, по результатам которых доначислено в бюджет 396,1 миллионов рублей. Тем, кто все-таки идет на риск, следует подумать о том, что в любой момент у вас могут потребовать декларации о доходах и имуществе. Хорошо, если расходы вашей семьи не превышают доходы. К сожалению, не все это понимают и в конечном итоге страдают. Работниками инспекции, Министерства по налогам и сборам, Республики Беларусь по Московскому району города Бреста, при проведении выездных проверок плательщиков, выплачивающих незначительную заработную плату, проводятся опросы работникам, в том числе уволенных, в ходе которых выясняется фактический размер заработной платы, порядок оформления трудовых договоров. В ходе контрольных мероприятий установлены факты невыплаты заработной платы работникам и факты выплаты заработной платы без отражения в регистрах бухгалтерского учета. Обман государства сродни самообману, говорят налоговые инспекторы. Ведь в случае вашей недоплаты налога в бюджет сегодня, завтра недополучат заработную плату учителя, врачи, пенсию, пенсионеры. Но не забывайте о том, что уже послезавтра вы тоже станете пенсионером, тем самым представителем наименее защищенного слоя населения.